Каждый американец хорошо знает и помнит этот день. 11 сентября 2001 года. Жизни тысяч людей навсегда изменились в тот роковой для многих день. В 2021 году США переживают 20-ю годовщину этого трагического события. Памятные мероприятия, приуроченные к 11 сентября, ежегодно проходят в Нью-Йорке с 2002 года, а с 2009 года этот день называется Национальный день служения и памяти. Также и по всей стране в этот день проходят памятные мероприятия. Вся страна находится в соответствующем особым настроении. В двух словах о том, что же произошло 20 лет назад. По официальной версии, 11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка башни Всемирного торгового центра, а два других на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Жертвами терактов стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке жертвами теракта стали 2753 человека. В Пентагоне – 184 человека. 40 человек разбились в Пенсильвании. На месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года был открыт Национальный мемориал и музей 11 сентября. Во время посещения музея приходит понимание реальных масштабов этой страшной катастрофы. В нашем городе Сент-Луис к 20-й годовщине этой трагедии в Центральном парке установили множество флагов, предположительно по числу погибших в этот день. К каждому флагу прикреплена фотография погибшего человека и его данные на табличке. Встречаются люди разных возрастов и рас. Дополнительно установлены стенды с фотографиями и именами погибших. Подобные памятные мероприятия проходят по всей стране, в большинстве городов. 11 сентября 2001 года изменило не только каждого жителя США, но и многих людей по всему миру. Массы людей в эти дни участвуют в памятных мероприятиях, приходят в места подобные этому и проводят вместе время, фотографируются, общаются с близкими, рассказывают детям о произошедшей много лет назад катастрофе. Продолжение следует... Жизнь продолжается. Поколения сменяются, рождаются новые люди. Меняется политика, климат, состояние здоровья людей. Но цена жизни не меняется. Очень важно помнить подобные происшествия и передавать из поколения в поколение урок о том, как бесценна человеческая жизнь и как важно приложить все усилия, чтобы решать подобные разногласия и конфликты мирным путем. Учить новые поколения бережно относиться к человеческой жизни и к окружающему нас миру, чтобы никогда ничего подобного не повторилось ни в какой точке земного шара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok